12 июля в городской администрации прошло заседание Совета по противодействию коррупции. На заседании присутствовали глава городского поселения города Мурск Борис Редькин, председатель Совета депутатов городского поселения города Мурск Лариса Кавелина, начальник отдела экономики Ольга Федосеева, начальник организационно-методического отдела Елена Захарова, заместитель главы по экономике и финансам Сергей Ким, начальник юридического отдела Евгения Вараксина. На повестке дня соблюдение требований федерального закона 27.07.2010 номер 210 ФЗ об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Администрации города Мурска оказываются муниципальные услуги в сфере имущества земельных отношений, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка и молодежной политики. При оказании этих услуг требования закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг соблюдаются. Ответственным лицом за реализацию этого закона назначен заместитель главы по экономике и финансам Сергей Ким, координирующим органом отдел экономики. Постановлениями и распоряжениями администрации города утверждены порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского поселения города Мурск, порядок разработки и утверждения административных регламентов. Создана комиссия по экспертизе проектов административных регламентов. Разработаны и утверждены 27 административных регламентов. Все они прошли независимую экспертизу в течение одного месяца на официальном сайте администрации города и получили положительную оценку комиссии по экспертизе проектов. Муниципальные услуги. Предоставление информации о порядке, предоставление жилищно-коммунальных услуг и предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, готовы для предоставления в электронном виде. Но из-за отсутствия запросов заявителей не оказывались. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Межведомственное взаимодействие по предоставлению информации и документов на безвозмездной основе осуществляется администрацией города со следующими организациями. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 8 по Хабаровскому краю. Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения. Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю. Краевое государственное унитарное предприятие ХАБ Край инвентаризации. Я хочу сказать, что очень интересная такая ситуация. У нас в прошлом году, когда мы оказывали услугу по предоставлению жилья молодым семьям, нам надо было в юстиции записать справку о том, что у них нет имущества. Если человек сам обращается туда, он платит полторы тысячи. Если по нежизинственным взаимодействия администрация обращается туда, то это бесплатно. Оказание муниципальных услуг в городе Амурском многофункциональном центре на данный момент в стадии организации. Государство и берет на себя такие траты, создавая такие учреждения, многофункциональные центры. Это же расходы колоссальные. Это очень большие расходы. Начиная от содержания помещения и качая от содержания штата высококвалифицированных специалистов. Кроме того, что там будут определенные 9 окон у нас, допустим, в Амурске, идет же параллельно задача о том, чтобы предоставлять юридические услуги. При этих центрах будет создана юридическая служба, куда человек должен обратиться за любой юридической консультацией. Понимаете? Поэтому, значит, в этом и смысл создание таких центров. Проводится сейчас работа в подготовке, в запуске работы в многофункциональных центрах. И, значит, люди, которые уже на практике это применяют, это хабаровчане, значит, они вот именно и советовали сначала обкатать эти услуги в небольшом количестве, посмотреть, что будет получаться. Значит, вдруг и тогда расширять реестр предоставляемых услуг через многофункциональные центры. До конца 2013 года в городе Амурске будет создан многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг на 9 окон. Пришел в центр, обратился, из-за него есть необходимый пакет, и соберут в этом смысле. Он просто придет и подаст заявление в одно окно. Все делается на сайте. А уже специалисты этого многофункционального центра пойдут уже по администрациям, допустим, по БТИ, там, или еще в отделах китектуры, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Собирая необходимый пакет документов, потому что специалисту четко и ясно, понятно, какой пакет, во-первых, необходим, с кем надо согласовать. Вот, допустим, та же аренда земли. Это ж надо, или там, собственно, это ж надо согласовать, смотрите, горсети, водоканал, там, и так далее, и так далее, и так далее, есть там что ли, нет. Ну, под строительство, допустим, чего-то. Можно или нельзя. И человеку не надо будет бегать по всем этим организациям, согласовывая. С директором многофункционального центра Чернигина Мариной Владимировны проводится подготовительная работа по оказанию муниципальных услуг жителям города через многофункциональный центр. Я еще хочу добавить, что это не значит, что только в многофункциональном центре люди могут такую структуру получить. Они могут прийти в администрацию, в структурную администрацию, это параллельно, да, это не поспящается. Постановлением администрации утвержден перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации городского поселения город Амурск, предоставление которых организуется по принципу одного окна, в том числе на базе филиалов многофункционального центра. Это три услуги. Первое. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности городского поселения город Амурск, юридическим лицам в постоянное бессрочное пользование. Второе. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности городского поселения город Амурск, гражданам и юридическим лицам в аренду. Третье – прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства или перепланировке жилого помещения. Услову, которая будет сложно исполнима в одном окне – это согласование перепланировки незаконной или законной по проекту перепланировки. Потому что специалист, принимая такие документы, он не сможет проверить документы по проекту. Кроме того, этот вопрос согласования решается межведомственной комиссией, которая заседает по регламенту при администрации. Поэтому я думаю, что этот перечень этих услуг надо будет все-таки отрабатывать более серьезно. Администрация города Амурска предоставления муниципальных услуг через единый портал государственных и муниципальных услуг в настоящее время не производится. На запрос в Министерство информационных технологий и связи правительства края о предоставлении программного обеспечения и документации, необходимой для работы с региональным реестром государственных и муниципальных услуг, получен ответ о том, что вопрос о подключении городских поселений к свободному реестру государственных услуг будет рассмотрен в 2014 году, после завершения перевода в электронный вид первоочередных услуг. Оказание муниципальных услуг структурными подразделениями администрации города осуществляется в соответствии с требованиями 210-го федерального закона. Субтитры создавал DimaTorzok